Всем доброго утра! Сегодня завтрак я вам не показываю, но в 10 часов у нас было чайпитие, и перед этим днем я приготовила очень вкусные пирожные. У меня оставался бисквит, и я его смешала с кремом и разложила вот в такие очень красивые стаканчики, украсила. Пирожные обязательно будут в конце видео, рецепт этих пирожных. Покажу вам, что получилось. Главное выдержать время, чтобы бисквит полежал несколько часов в холодильнике. У меня, кстати, новые часы, про них расскажу немного позже. Ну а всем, кто завтракает, приятного аппетита! В этот день у меня в планах было помыть холодильник, все освободить, и знаете, в этот день я делала это с удовольствием, потому что у нас на улице очень жарко. В доме кондиционер вообще не выключается. В тени Федя сказал, что было около, наверное, 50 градусов. Мне кажется, что с каждым годом лето становится все жарче и жарче. И отвечу на вопрос, который неоднократно нам задают, почему мы с Федей очень редко снимаемся вместе. То есть у нас три канала. Вот этот вот веду я, здесь практически Федя не появляется. И еще два канала ведет Федор. Отвечу так, мы просто не успеваем. Вот, например, если взять меня, то блогинг — это моя, так скажем, вторая работа. Я еще и SMM-менеджер, плюс вся отчетность, налоговая, чеки, переговоры с рекламодателями, подписание договоров и так далее — всем этим занимаюсь я. И для меня самым таким долгим процессом занимает именно написание сценариев. И от того, как ты именно это сделаешь, зависит, сколько продаж будет у рекламодателей. И я считаю, что я отлично справляюсь с этой задачей, потому что, не побоюсь даже этой цифры, где-то, наверное, 99% рекламодателей приходит к нам снова. Да, еще на один вопрос отвечу. Вот недавно у меня спрашивал молодой человек, сколько можно заработать блогеру, имея 10 000 подписчиков? Вот я сейчас веду девочку, которой 4 000 подписчиков, и она в этом месяце заработала больше, чем зарабатывают блогеры, у которых сотни тысяч подписчиков. Поэтому на этот вопрос никто не может дать ответ, если брать именно по каналу по монетизации. Тоже невозможно ответить, потому что у канала может быть 10 000 подписчиков, а просмотров всего лишь, например, на видео там 200, 500 или 1000, да? Одно видео набирает. Или наоборот. Вот, например, у нас третий канал, наша семья на позитиве, на нем всего лишь 14 000 подписчиков, но видео наши набирают много, то есть и 50, 60, 70, там есть видео, которые и за сотни тысяч набирают просмотры. Также зависит от того, кто вас смотрит. То есть вас могут эти 100 000 смотреть только с России, а в России сейчас нет монетизации, то есть за просмотры с России ничего не платят, а могут там 80 процентов смотреть из-за рубежа, и это все оплачивается. Если кому интересно прям подробно, можете написать нам на WhatsApp именно на рабочие, на личные, мы никогда не отвечаем. Вот, прислать ваш канал, да, или будущий канал, что вы хотите именно, какую тематику выбрать и так далее, и мы с вами все уже разберем, и я подробнее расскажу, что да как. Ну, одно могу сказать, на монетизацию лучше не рассчитывать, лучше зарабатывать другими способами, их очень много, просто надо знать, как правильно монетизировать свой канал, блог или группу. Да, телеграм сейчас очень популярный, и на каналах-группах реклама очень дорогая, намного дороже, чем YouTube, дзен и так далее. И как в начале видео я сказала, что я заказала часики. Это магазин люкспоц, получила на то неделю, поэтому немного засняла распаковку. Посмотрите, как все классно упаковано, приходит все очень быстро. Вообще, в самом начале хотела купить повербанк, у меня очень быстро начал садиться мой телефон и после просмотра сайта увидела часики, не удержалась, также заказала себе часики и плюс еще очень крутые наушники для темочки в подарок. Про них чуть позже расскажу. Начну с повербанка. Посмотрите, какой он стильный, маленький, поместится в любую сумочку, очень удобно брать с собой. Мы сейчас часто выезжаем в город и удобно тем, что не беспокоишься, что телефон сядет. Он очень хорошо магнитится к телефону, с тем учетом, что у меня толстый чехол и сразу же идет зарядка. Ну и давайте расскажу вам про часики. Посмотрите, какие они стильные, симпатичные. Также в комплекте идет вот такой белый ремешок. Они съемные. Я заказала еще вот такой вот. Очень классная расцветка. В магазине представлены качественные копии. Да, у моей сестренки оригинальные часы и когда она приехала ко мне, она даже не поняла, что это реплика. У меня это восьмая серия. Мне очень понравился безрамочный дисплей. Все гаджеты работают как с айфоном, так и с андроидом. На часах есть функция поиска телефона, функция измерения пульса. Также есть различные фитнес-режимы. Я в основном использую бег. При помощи часов можно отвечать на звонки. Привет, позвони любимому в WhatsApp. Также получаете уведомления о получении сообщения в WhatsApp, например, или в Telegram. Очень удобно, когда, например, вы где-то в поездке или, например, на даче занимаетесь своими делами, чтобы не таскать свой телефон, а с часами не пропустите важных звонков. Вот так выглядит основное меню. Очень хороший сенсор. Из функции есть еще фонарик, также калькулятор. Я им прям часто пользуюсь. У часов магнитная зарядка USB и заряжается очень быстро. И последняя моя покупка для Темочки. Это вот такие очень крутые наушники. Посмотрите, какая упаковка. Есть специальный чехол. У меня модель AirPods Max. Это новинка. Темочка занимается спортом. Особенно любит беговую дорожку и попросил меня заказать беспроводные наушники. У них очень хорошее шумоподавление. Есть микрофон. Быстрое подключение. Видите его на телефоне. Также огромный плюс в том, что на наушниках есть кнопочка, с помощью которой можно управлять громкостью. Ссылочки на LuxPods оставлю в описании под этим видео. Также продублирую в наш телеграм-канал. А еще у меня для вас будет промокод домик. Скидка в 300 рублей. Поэтому успейте заказать. Считаю, что это отличная идея для подарков. Особенно на день рождения. Тем более оплатить можно после получения. Ну и показываю вам покупки, которые я сделала на Валберис. Это органайзеры для холодильной камеры. Вот эти три прям супер подошли в расцветной ящик в холодильнике. Вот. Также заказала вот такие вот контейнеры. Их очень-очень много. Они разных размеров. Крышки. Также очень удобные. В них можно и греть, разогревать еду. Также хранить это все в холодильнике и в морозильной камере. Ну, в основном я купила их для того, чтобы хранить в морозильной камере. Зелень всякую и так далее. Также есть вот такие вот соусники. Хотя их я вряд ли буду использовать. Ну, а так я довольна. Контейнеры классные. Вот, например, миндальные лепестки, которые постоянно просыпались у меня в холодильнике. Я их пересыпала в контейнер. Очень удобно. Также у меня есть кондитерский шоколад, который я использую именно в выпечке. У меня несколько видов. Есть темный шоколад, молочный шоколад, белый и так далее. Тоже все по контейнерам. А вот этот контейнер я взяла для хранения сыра. У него такая интересная форма. Ну, и для хранения яиц. Я уже показывала этот контейнер. Он идет на 30 штук. Есть, по-моему, и на 50, но он стоит намного. Даже в два раза дороже. Мы за раз столько яиц не покупаем. Поэтому на 30 яиц контейнер вполне хватает. И давайте отвечу на вопрос по поводу раковины. Многие спрашивают, как она в использовании. Прошло довольно-таки много времени. Вернее, интересуются, как я за ней ухаживаю. Тяжело ли, не тяжело. Как я отмываю. Честно говоря, я вообще никак не отмываю. Я просто заливаю кипятком и добавляю очиститель. У меня очиститель от Изи Клин. Про этот бренд вы не расслышали на наших каналах. У нас есть также швабра. Тоже от Изи Клин. Очень классная. Раковину я очищаю раз в неделю. Также у меня есть такой отсек для мытья стаканов. Туда, к сожалению, вообще никак не пролезть руками. Поэтому я сюда засыпаю очистителем полностью и заливаю кипятком. Вот посмотрите, какая грязь скапливается в течение недели. Плюс налет от чая, потому что здесь я мою кружки, стаканы. Также вот этот чайник мой. Видно тоже в чайном налете. Просто берем несколько ложек очистителя. Насыпаю и сверху кипяток. Ложка, кстати, идет в комплекте. Это очень удобно. Очиститель, кстати, универсальный. Не содержит хлора. С его помощью я не только очищаю раковину, но также стираю. Вот, например, салфетка белая. Она уже постиранная. Но, к сожалению, вот эти пятна желтые, они не отстирались. Поэтому вот как раз таки в таких моментах, когда я заливаю мою большую красивую раковину, я кидаю в салфетки, замачиваю предварительно. И потом уже со всеми вещами кидаю в стиральную машину. На пятновыводитель от Изи Клин очень много положительных отзывов. Также он безопасен и не вызывает аллергии. Я только залила все кипятком, и весь налет чайный, он исчезает прямо на глазах. Вы можете сами увидеть, вода еще бурлит, кипит. Показываю салфетку, пятна все отстирались. Но если вдруг у вас прям сильно загрязненные салфетки, то вы можете замочить. И потом отправить в стиральную машину. И к порошку также добавить очиститель от Изи Клин. Заказываю я его на Валбере. Ссылочку обязательно оставляю в описании под этим видео. Тем более сейчас на очиститель очень классная цена. Ну и показываю вам итог, что получилось. Сверху две полочки пустые. Я всегда их оставляю пустыми. Там хранятся кастрюли. Ну, готовая еда. На дверке у меня сверху лекарства всякие, которые должны храниться в холодильнике. Их вроде бы немного, но все равно одну полочку это все заняло. Кстати, вот эти вот специальные разделители, я их также на Валберис покупала, очень удобные. Крепятся они вот таким вот образом. И никакие соусы, баночки, там вот лекарства, например, они не падают, да, когда вы открываете дверку холодильника. Абсолютно не жалею об этой покупке. И стоят эти разделители очень бюджетно. Далее на третьей полочке я всегда храню все для завтрака. Там сметана, сыр, колбасы еще не хватает, да. Сегодня поедем в магазин и все купим. Сыр вот лежит в контейнере. Масло сливочное, там варенье, например, тоже нужно в контейнер переложить, тоже хранится здесь. Ну и снизу все для выпечки. Всякие сыры. Спрашивали, зачем нужны вот именно эти контейнеры. Ну, типа продукты можно и так просто положить без них. Так вот, для того, чтобы не тянуться там внутрь, не искать, вы просто берете, выдвигаете, достаете все, что вам нужно и задвигаете обратно. Далее мы пошли в огород. Нам нужно было собрать баклажаны белые, кстати, они очень вкусные. Плюс собрать помидоры. Помидоры я решила снова закатать в автоклаве. Я уже показывала вам рецепт. Ниже в описании я оставлю повторный рецепт, потому что недавно много кто спрашивал. И знаете, мы заметили, что вот этот сорт помидор, да, балконное чудо, вот, они получаются намного вкуснее, чем обычные. Что в салатах, что вот в закатках, прям идеальные. Во-первых, они очень маленькие, да, их удобно кушать, особенно деткам. У нас Темочка очень любит помидоры. И закатываю я в маленьких баночках. Очень удобно. Открыл там на 2-3 раза нам, в принципе, на семью хватает. Смотри, сколько ты собрала, да, доча? Ты маме помогала? Да. Ты крутая? Да. Какой цветок, дочь? Вот это. Какой красивый цветовочек, да? Ой, какой вкусный, да? Очень вкусно пахнет. Все, пойдем все раскладывать, дочь? Да. Давай. Готовится в автоклаве все очень быстро. Напоминаю, автоклав у нас домашний стандарт. Банки не нужно стерилизовать, просто моете, выкладываете все ингредиенты в банку. В описании под видео я обязательно оставлю очень классный рецепт, который я использую уже в третий раз. Отдельно делаете рассол и заливаете банки по плечике. Крышки мы также покупаем на сайте домашний стандарт. После того, как температура достигнет 100-110 градусов, готовим 10-15 минут и готово. Они получаются мягкие, вкусные, сладкие и тем не менее форму держат. То есть они не развалились. Кстати, кто спрашивал про скидки, домашний стандарт запускает крупные скидки в августе. Теперь можно приобрести автоклав из нержавеющей медицинской нержавейки. Модель IC304 по цене стали IC430, которая может заржаветь через пару лет. Домашний стандарт – это автоклавы, которые прослушать 25 и более лет. У нас автоклаву уже более двух лет, поэтому к покупке я рекомендую. Тем более в августе автоклав классический будет по цене 18 990 вместо 25 990. Скидка целых 7000 рублей. Ссылочка в описании под этим видео. Итак, давайте приготовим пирожные. Для бисквита нам понадобится 3 яйца. Желательно брать их комнатной температуры. Также понадобится мука, разрыхлитель, какао. Масло я уже кинула к молоку, мы будем его разогревать. В яйца отправляем соль и сахар и взбиваем миксером примерно около 7 минут. Ну а пока займемся молоком. Молоко с маслом мы отправляем в микроволновку. Доводим почти до кипения и далее уже почти кипящее молоко отправляем какао. Какао у меня несквик, берите именно его. После того как яйца взбились, отправляем туда муку просеянную с разрыхлителем и перемешивать обязательно лопаткой. После того как вы все перемешали, в конце добавляем молоко с какао. Напоминаю, что молоко должно быть горячим. Все еще раз перемешиваем и отправляем в форму. Если будете делать пирожные, то берите абсолютно любую форму. У меня вот такая разъемная. А если будете готовить тортик, то берите форму поменьше, во-первых, где-то 16-18 сантиметров диаметром и снизу обязательно застелите пергаментом. Выпекаем при 175 градусах примерно 35 минут. Далее отправляем его в холодильник. И покажу вам покупки с Валбер. Знаю, будете спрашивать про посуду. Вот эту чайную пару, очень симпатичную, с надписью «Привет». Продается одна кружка и одно блюдечко. Также я заказала вот такие вот очень симпатичные тарелочки. У меня есть такая же скатерть, салфетки, помните, я вам показывала. Сейчас также будут в кадре. И блинница тоже из этой серии. Я как-то заказывала маме. Мне настолько понравилась расцветка, что, естественно, я тоже заказала себе. Вот, кстати, это скатерть. Сразу такое настроение весеннее, летнее. На Валберес есть и уже осенняя тематика с такими желтыми листами. Ну и возвращаемся к пирожным. Достаем с холодильника. Берем вот такую вот форму. Можно взять обычный стакан. Бесвит получается довольно-таки высокий, поэтому его нужно будет разделить пополам. Для крема берем сливки от 33% жирности. Чем жирнее, тем лучше. Добавляем туда сахарную пудру. Можно еще добавить сливочный сыр. Но я этого делать не стала. Если вы хотите прям, чтобы был густой крем, то, конечно, сливочный сыр обязательно. Украшать, конечно, можно как угодно. Я просто взяла, выдавила крем и сверху посыпала сублимированной малиной. Также у меня оставался бисквит с кремом. Я просто все перемешала и разложила вот в такие блюда индивидуальные для деток. Кстати, они получились даже вкуснее. И да, рецепт этого бисквита можно использовать для приготовления любого тортика. Он получается очень вкусный, мягкий, легко режется. Да и вообще бисквиты на горячем молоке получаются очень вкусные. Я готовила и без какао. Поэтому берите на заметку, сохраняйте. И на этой прекрасной вкусной минуте я буду заканчивать это видео. Всем желаю сейчас хорошей погоды. На самом деле хочется уже поскорее, чтобы закончилось все это лето. Хотя всегда так. Зимой хочется лето, а летом хочется зимы, снега. Но мне кажется, самое лучшее время года — это весна. Спасибо огромное за то, что досмотрели это видео. Всем хорошего настроения. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok